В третьем часу ночи неподалеку от площади Ленина полицейские задержали школьника, который вместе с приятелем похитил дорожный знак. Бросив тяжелую добычу, сообщники пытались убежать. Наполовину успешно. Знаковое задержание продолжит программа. Подельников пеший патруль заметил поднимающимися по тротуару от городских прудов. Именно там и был установлен запрещающий знак. Лунку от него найти труда не составило. Она имелась на газоне у въезда в парковую зону. От места похищения до места задержания метров сто. Друзья даже толком не успели устать. Один оказался настолько полон сил, что успел улизнуть дворами. Второго поймали. Юноше 16 лет. Он уверял, что ввязался в эту авантюру по настоянию старшего товарища. Того самого, который сбежал. Кто вообще предложил? Друг или ты? Колясик. Колясик? Конечно. А что, где колясик сейчас? Фиг знает он бежал. Кинул тебя? Конечно. Ну вот, какое мнение о нем? Школьник уверял, что ломать им ничего не пришлось. Дескать, труба уже валялась на земле, вырванная из газона какими-то хулиганами. Ну а с собой ее приятели потащили из меркантильных соображений. Железяку собирались сдать на металлолом. А сам круглый знак якобы не заметили. Патрульные же полагают, что подросткам хотелось заиметь в своей коллекции трофей. Или забавы ради установить кирпич в каком-нибудь понравившемся месте. Подростка доставили в отделение за мелкое хулиганство. С места происшествия Евгения Куликова, Александр Ефанов и Степан Симонов. Другой случай нестандартной кражи имел место в парке «Динамо». В пятом часу утра сообщники взломали уличный холодильник. Когда появился патруль, один из них с наслаждением пил газировку, второй укладывал банки в пакет. Приятели оказались совершенно трезвы, чем изрядно удивили стражей порядка. Бежать сообщники не пытались. Сдались без боя, покорно забравшись в патрульную машину. На матерых взломщиков они не похожи. Слесарного инструмента с собой не было. Похоже, план ограбить холодильник возник спонтанно. Навесной замок остался цел. Металлические пластины были аккуратно сняты с петель. Стеклянную дверь-слайдер деликатные грабители разбивать не стали. Ее вынули из направляющих пазов и положили рядом с рефрижератором. Убытки от интеллигентного нападения подсчитают хозяева торговой точки. Вряд ли они составят сумму, достаточную для возбуждения уголовного дела. В четверг вечером сотрудники МЧС выручали 12-летнего ребенка, который забрался на крышу двухэтажной постройки и не смог спуститься обратно. Инцидент произошел на территории 52-й школы. Очевидцами спасения стали и наши корреспонденты. Здание, на которое забрался подросток, когда-то было пришкольной ботанической станцией. К нему примыкает ныне брошенная теплица. Именно по острову парника школьник и забрался на кровлю. А когда попытался спуститься вниз, понял, что страх высоты сильнее него. С точки зрения спасателей операция плевая. Из инвентаря раздвижная лестница и две каски. Одна для подростка. Под присмотром сотрудника МЧС Женя самостоятельно спустился вниз. Дети, наблюдавшие за операцией, устроили спасателям овацию. Главный герой этих событий, разумеется, был смущен. На крышу он полез вовсе не от скуки. Живет он совсем в другом районе. Сюда забрел гуляя и наткнулся на незнакомых сверстников, которые зло над ним пошутили. Кепку закинули туда. Вот я и полез. А кто закинул? Я не знаю. А ты не боялся вот на такую высоту лезть? Сначала лезть было не страшно. А спускаться? Страшно. Любой альпинист знает, спуск опаснее подъема. Пятиклассник теперь изучил эту аксиому на себе. За спасение ему стоит благодарить педагогов, которые заметили его бедственное положение. У нас ребенок залез, вернее не наш ребенок, залез на крышу теплицы. И мы с воспитателями это увидели и очень распереживались. Вызвали службу спасателей. Спасатели приехали и благополучно ребенка сняли. Подросток, смущенный всеобщим вниманием, поспешил уйти при первой же возможности. Но спасателей поблагодарил. С места происшествия Кирилл Новиков, Александр Ифанов и Степан Симонов. В результате порыва водопроводных труб на улице Флегонтово жильцы многоэтажных домов остались без холодной воды. Но были и те, кому масштабное ЧП принесло радость. У фонтанирующего колодца дети немедленно устроили аквапраздник. С детской площадки ребятня переместилась на проезжую часть. Малыши пытались плавать, загребая руками воду. Кто-то устроил баталию на водных пистолетах. Родители зорко следили за своими и чужими детьми. Я просто выбежала узнать, что случилось. Смотрю, как бы вода льет из колодца. Тут у детей пляж. Все. Они счастливые катаются. Вот я контролирую процесс. Ну это же проезжая часть. Ну проезжая часть, поэтому вот тут вот ругаются, чтобы туда не выезжали. Ее семилетний сын Денис рассекал водную гладь на велосипеде. Давно катаешься уже? Очень. Ну сколько? Полчаса, час? Ну где-то... Один, два часа. Тебе нравится? Очень. Сегодня супер день. Взрослая часть населения радости детворы не разделяла. Родители звонили в аварийную службу и просили прислать к месту коммунального наводнения ремонтную бригаду. Мне возмущает, я такой же налогоплательщик. Понимаешь, как все эти растраты сейчас лягут на нужды наших ПСЖ. В общем-то, потери воды. Я так думаю, что оплачивать-то придется с наших карманов. Все позвонили и все ждут, когда они приедут. Пока вот мы ждем. Мы же сами не пойдем выключить, просто потому что не можем. Позже жители застройки сообщили. Представители аварийной службы водоканала прибыли на место ЧП спустя два с половиной часа после порыва. Подачу воды к жилым домам восстановили уже следующим утром. С места происшествия Виталина Кондрахина, Анна Карпова и Павел Рогатин. В коттеджном поселке в пригороде Хабаровска семья нашла троих птенцов дикой утки. Брошенные матерью утята каким-то образом забрались на огороженные грядки. Разумеется, пройти мимо осиротевших малышей хозяева участка не смогли. Детсад для пернатых в следующем репортаже. Коричнево-желтые пищащие комочки бегали по огороду. Совершенно одни. Матери поблизости не было. Я пришел домой, пошел на задний двор и увидел, что-то между грядкой движется. Присмотрелся и вижу, это утята. Чтобы изловить птенцов потребовалось время. Даже загнанные в коробку из-под обуви крохотные утята то и дело норовили выскочить на свободу. Хозяйка дома вспомнила, что накануне видела взрослую утку рядом с домом, а вот на участке на сетку не видели ни разу. Поэтому как малыши смогли пробраться через забор в огород, женщина не знала. Ближайший водоем находится в километре от усадьбы. Преодолеть такое расстояние утята вряд ли смогли бы. Видели, да. Но она буквально посидела немножко и улетела. Как они пришли у нас вдоль забора, ни дыр, ни... Ну я, конечно, не обошла еще, досконально не посмотрела, есть ли у нас гнездо. Но мы бы заметили, если бы она на нем сидела, досиживала, ну, яйца. Осиротевший выводок передали на попечение орнитологов за осадо. Птенцы действительно оказались дикарями. На домашних уток они, похоже, не были. Кряквы в птичьем детском саду уже есть. Вольер специально обустроен для пернатых подростков. Сейчас выпустим их, и они будут себя чувствовать прекрасно. Тем более к своим сородичам. В наличии обогревательной лампы, мини-водоемы, специально заготовленная ряска, болотное растение, которым питаются птенцы. Утиному пополнению всего неделя от роду. На то, чтобы окрепнуть, у утят есть все лето. Если она на крыло встанет, излишнее тоже кормить нам. Мы просто так же на болото, на любое здоровую утку выпустим, она полетит. Держать взрослых птиц в неволе будут только в случае крайней необходимости. С места происшествия Сергей Полуэктов, Ольга Соколова и Павел Рогатин. Это были самые примечательные, на наш взгляд, инциденты уходящей недели. В следующий раз место происшествия выйдет в эфир в понедельник. О криминальной итоге недели мы подведем в следующую субботу. Будьте внимательны и оставляйте.